Доброго времени суток! Сегодня хотел бы поговорить с вами о Шафаре. Есть одна известная притча, которую рассказывают от имени Большамдова. У одного царя был любимый сын. Когда сын подрос, царь решил, что для сына будет полезно на некоторое время отправиться в отдаленные страны, чтобы получить жизненный опыт, выучить новый язык, получить новые знания. Царь дал сыну все необходимое в дорогу – слуг, деньги, одежду, и отправил его в путешествие. Вдалеке от дома, от своего отца, принц оглянулся по сторонам – налево, направо, вперед и назад. И тут он понял, что никто за ним не наблюдает. Никто не следит за его поведением, как это было раньше во дворце, когда он находился под постоянным наблюдением и надзором. Почувствовав свободу, принц не стал учиться и приобретать новые знания. Он совершенно забыл, зачем оказался в том месте, забыл о своей миссии, забыл о своей цели. Он растратил все свои деньги на разное удовольствие, продал своих слуг и падал все ниже и ниже, пока совершенно не растратил все, что у него было. Он докатился до положения бездомного попрошайки. Однажды, осознав все низменное своего положения, он понял, что не может так больше жить. Он вспомнил, что является царским сыном, вспомнил своего отца. «Что же я делаю? Как же я до такого докатился?» В сердце возникла горечь и боль. Он собрал все свои силы и твердо решил, что он вернется домой, вернется к своему отцу во дворец. Проделав нелегкий путь обратно домой, он, наконец, оказался в своем государстве. Оказался в столице, оказался у дворца. Но когда он попытался войти внутрь, стража сразу же схватила его и вышвырнула его на улицу. Никто не поверил ему, что он царский сын. Он выглядел, как обычно бездомный. Стража только насмехалась над ним, и все считали, что он сошел с ума. Осознав свое безвыходное положение, принц громко заплакал, закричал, взывая к отцу. И отец, царь, услышал его голос и узнал своего родного сына. Он сразу же вернул своего сына домой. Смысл этой притчи очевиден. Душа человека – это любимый сын самого Всевышнего, царя всех царей. Как и в притче, Всевышний отправляет человеческую душу в далекое путешествие сюда, в этот материальный мир, чтобы душа могла проявить себя достойно, прожить достойную жизнь, как и подобает царскому сыну. Но, увы, оказавшись вдали от дома, вдали от постоянного надзора, душа соблазняется материальными удовольствиями, тянется за своими вожделениями, пока не падает все ниже и ниже, теряя все, чем она обладала. Рано или поздно, так или иначе, душа устанет так жить. Ей станет больно от осознания своего низменного положения, больно от того, что она так далека от своего небесного отца. Но что поделать, грехи сделали ее бедняком. Она уже не похожа на принца, по ней незаметно ее царского происхождения. Она пытается вернуться обратно, вернуться домой, но ворота царского дворца для нее закрыты. Стража не пускает ее к отцу. И тогда душа плачет, начинает рыдать. Этот плач – это и есть звук шафара. Грехи мешают молитве человека быть услышанными. Они создают преграду между нашими просьбами и между Всевышним. И тогда мы не получаем на них желанного ответа. Но все это только до тех пор, пока человек не заплачет, пока молитва не вырвется у него глубоко из души, глубоко из сердца. Тогда уверяют нас наши мудрецы, что ангелы поднимают наш плач высоко-высоко до самого престола Всевышнего. Этот плач еврейской души – и есть звук шафара. Он пробирается через все препятствия и достигает слуха Всевышнего. И тогда царь возвращает нас обратно домой. По этой причине на протяжении месяца Илюль и, конечно же, в Рашишана, еврейский народ рубит шафар, чтобы наш плач, крик нашей души донесся до небес, достиг самого Всевышнего. И он вспомнил о своих детях, вернул нас под свою опеку и записал нас в наступающем году в Книгу Жизни, Книгу Парнасы, Хорошего Заработка, Крепкого Здоровья, Счастья и Благополучия. Всех этих благ и гораздо большего я желаю всем вам, дорогие евреи, в наступающем новом 5782 году. Кציבה בחצי מהטובה לשנה טובה ומתוקה.